Прогулки Одессой с помощью картин. Во Всемирном клубе Одесситов открылась выставка художника Андрея Коваленко. У каждой картины своя история и оригинальный сюжет. На холстах изображены уличные музыканты и споры футбольных фанатов перед матчем. Подробнее расскажет моя коллега Кристина Немченко. Во Всемирном клубе Одесситов многолюдно. Здесь открылась выставка прогулки Одессы художника Андрея Коваленко. 31 работа, написанная маслом на холсте. У каждой из них своя история. Сюжет работа за волю к победе перед футбольным матчем черноморца. Еще в 80-х годах, когда был еще стадион ЧМП, когда было колесо обозрения, вот люди стоят, общаются, думают, как же матч завершится. Пока счет 0-1, Черноморец проигрывает. А почему называется за волю к победе? Потому что все-таки наша команда победит. Андрей Коваленко художник-экспрессионист. Он пишет людей, улицы, города и даже целые события. Аура Андрея, мне кажется, намного превышает обычную. Аура, в которой много света. И я думаю, что вот эта тема, тема, которая, он картину Одессы делает. Во множестве картинных произведений он делает целостный образ Одессы, увиденный его глазами. И он ее поэтизирует. Со своими работами художник объездил едва ли не всю Украину. На его счету около полусотни выставок. Во Всемирном клубе одесситов свои картины он представил во второй раз. Если по первым работам он был весь под ощущением своего отца, то теперь он стал уже самостоятельно мыслящим художником. Тут, конечно же, есть влияние и французской школы, того же Ван Гога, и многих-многих других. Но все это переломлено в нем самым. И он показывает Одессу такой, как он ее видит. И как ее редко кто показывает. Выставка прогулки Одессы работает до конца месяца. Кристина Немченко, Евгений Руденко, 7 канал.